Как всегда в рейд отправляются юристы предприятия Сочи Теплоэнерго и судебные приставы. На этот раз уже арестовывать имущество, поскольку и после суда за коммунальные услуги адлерцы не хотят платить. Таких должников более двух тысяч. Сейчас в процессе находится еще 300 исковых заявлений. Порядка двух-трех раз судебный пристав исполнитель является к должнику, то есть всячески пытается побудить, погасить задолженность, ну и если уж никак не получается убедить должника произвести оплату, то производится арест имущества. Аресту подлежит в первую очередь бытовая техника там, где она есть. Если описывать нечего, придется разыскивать родственников, которые прописаны в квартире, из-за которых оплата за коммунальные услуги гораздо выше. Здесь нет счетчиков, а значит расчет производится по норме с каждого прописанного человека. Как правильно поступить, чтобы решить проблему, хозяйка квартиры слушать не хочет. Когда же это кончится? Вы послушайте внимательно, что мне... Да что мне слушать? Вы понимаете, 20 тысяч на мне висит. Это что за барасто такое? Какие 20 тысяч, у вас 135 тысяч за должность? Это только по исполнительному производству? Да. А женщине нужно предоставить подтверждающие документы родственников, которые прописаны в этой квартире, но проживают в других городах, то есть копию временной регистрации. Теперь федеральный закон об энергосбережении расставит все точки над «и». Платить по счетчику или по нормативу убирать уже никто не будет. Все жильцы должны установить приборы учета в обязательном порядке. Семья проживает на съемных квартирах в других городах, нормативно числяется. Понятия о том, чтобы установить приборы учета, водосчетчики, человека нет. Оттуда набегает долг, а убедить ее практически невозможно. Поэтому остается дожидаться исполнения 261-го закона, уже в принудительном порядке устанавливать счетчики. Случаи абсолютно разные, и в каждом из них приходится разбираться до мельчайших подробностей. Бывает, что текущие платежи оплачиваются, а долг так и не погашается. Лучше рекомендуют специалисты Сочи Теплоэнерго прийти в юридический отдел, заключать соглашения и частями рассчитываться за коммунальные услуги. Не дожидаться принудительных мер взысканий со стороны судебных приставов. Ведь тогда придется столкнуться и с арестом имущества, и с денежными вычетами. Либо с заработной платы, либо с пенсии. Но очень часто люди не хотят платить, надеясь на то, что долги за тепло и горячую воду спишет город из местного бюджета, опять же за счет добросовестных налогоплательщиков. Но такого больше не будет. С должниками могла бы поработать общественность или домкома. Там, где такая работа ведется, задолженности нет. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.